Девочка-пай 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 Они сойдут с крестов, салют перед деком Да спрашивай, безусловно гражданка Но все это дерьма, профессия ждать Три вели, чем убивать Быстрее России! Одну из значительных страниц представляет попытки правительства Установить с Америкой торговые и культурные связи Видную роль в этом деле сыграл граф Николай Петрович Рязанов Действительный коммергер его императорского величества Проникший в 1806 году в Калифорнию В то время испанскую И задавшейся целью воздвигнуть мост Между Америкой и Россией Трагическая случайность в жизни Рязанова Помешала осуществлению Этого грандиозного Предприятия Милостивый государь Граф Алексей Николаевич Румянцев Кончины жены моей, новопредставленной Анны Заставлявшей все блаженство дней моих Сделала для меня всю жизнь безобразную Одна Россия у меня осталась Остаток дней моих хочу посвятить Отечеству Не в схему иду В служение Отчизне Готов я Возглавив первое кругосветное путешествие россиян С помощью Божией Жизнь отдать Расцвету российско-американской кампании С тем, чтобы распространить цвет Отечества нашего До Калифорнии и Сандвичевых островов Да будет судьба России Крыла-то парусами! Мудрый граф Вы глядите вдаль Но мудрее нас Государь 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 Чай не мокните Под дождем Под дождем Под дождем Под дождем Ягуй земля и сие в землю отойдешь и А может все человекцы пойдем Надгробное рыдание Творяющие песни Аллилуйя 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 Субтитры создавал DimaTorzok Милостивые государи, дабы Россия и Америка могли процветать в спокойном и полезном единении, необходимо вдохнуть жизнь в дела нашей русско-американской компании. Западный берег Америки, богатейшая житница, земной рай Гишпанской Калифорнии, вот наш главный компаньон, вот наш первый союзник. Здесь найдем мы сбыт сибирских пушных богатств. Отсюда потянутся морские дороги в Нагасаки и Кантон, через Южную Америку, в Атлантический океан и Лондон. Ну, ваше сестре, соблаговолите поддержать сей дерзкий пужак твой. Мечтаю назвать Брикс твой русским девизом «Авось». Я удачник, ваше сестре. «Авось». Сие предприятие сулит большие блага российской державе, и последствия его будут по достоинству оценены потомками нашими. Мудрый граф Вы глядите вдаль Но мудрее нас Государь 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 Чай не мокнете Под дождем 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 Яку земля иси в землю отыдешь и А може все чоловецы пойдем Над гробной рыданией творящей песни, Аллилуйя! 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 Не мигают, слезят с ответа, Безнадежные коры и риши. Возвращаться в плохая примера, Я тебя никогда не убью. Ваше сердце, ежели материальные затруднения окажутся единственной преградой на пути к американскому континенту, готовы на собственные средства приобрести две шкуны на Санкт-Петербургской верфи и придав им соответственно наименование Юрана. Я, Анусь, преисполнен решимости буду В начале лета 1803 года пуститься в плавание К берегам нового света. Не мигают, слезят с ответа, Безнадежные коры и мишни, Возвращаться в плохая примета, Я тебя никогда не увижу. Прикачиваться до смыслной мыслью, Парам фраз, залетевших отсюда, Я тебя никогда не убью. Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду. Господи, Иисусе Христе, Возвах к Тебе. Услыши меня, Господи, По морям бушующим я плыву без компаса, Я зову без голоса пучинам отданным. Родина, услышь меня. Услыши меня, Родина. Полетят покойники планеты по небу. Кто-нибудь, услышь меня. Услыши меня! Кто-нибудь. Душой я бешено устал, Точно тайный горд на груди тоскаю. Тоска такая, Будто что-то случилось или случится, Ниже горла высасывает ключицы. Российская империя — тюрьма, Но за границей — та же кутерьма. Родилась рама Наше поколение Чужда, чужбина нам И скушен дом Расформированное поколение Мы в одиночку к истине Придем Чего ищу, Чего-то следовало, Светли старые, Старые стихли, Начинают все адры Сгар шалак Начинают все царства Сын и силиц Зевлю новый этаповый разок Расселю там новую расу Третий мир Как из стенги и петры Ни республики, Ни короны, Где земли золотое лоно, Как по золоту бежут иконы Ублитель людей светлые 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 Как по золоту бежут иконы Куда же плыть, не знаю Капитан О, Пресвятая Дева, Мать и Господа, Вышнего, Заступница, Его крова в сердце прибегающей Я путь ищу, как воин и мужчина, но буду честен, есть еще причина Призри с высоты, святые твоя, нагрешного, преподающего к чистому образу твоему Меня по свету годит страшный бред, душой я болен с отроческих лет Когда на мне остановился взгляд Казанской Божьей Матери Услыши мою теплую молитву и принеси ее пред возлюбленного сына твоего, Господа нашего Иисуса Христа Увидел в ней не вседержительницу Деву, а женщину с вишневыми глазами Хотелось защитить ее, спасти, мне не помог ни врач, ни богослов Я посигнул на Божию любовь Знал многих женщин, схоронил жену, но всюду чуял тайный взгляд вишневый Господи, Иисус Христа, в сердце Божий Молит ради причины твоей, отмазь, где-то Помилуй нас Господи, 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 во,�ack тебе услыш' Господи, Господи Господа, во,�ack тебе услыш' Господи Господи, во мне глаз умоление моего werden Господи, я возглав тебя к тебе, Господи, я взвам тебя, узлышки я, Господи. Господи, я взвам тебя, услышки я, Господи, отрекла всумолениеей в Йожопию. Субтитры подогнал Игорь Негода Прости за грешенье моя Боже, славя, славя! Прости за грешенье моя Гост Боже, Бог, Бог, Тебя услышит тебя, услышит тебя, услышит тебя, услышит тебя! Свету по небу и начало задаю, Сласть Божия! Солнце и меня под кроном своим! Аллилуйя! 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 Меня послёт такой нестрашный бред, Душой я болен с самых юных лет, Когда на мне остановился взгляд Казанской дождь ей покори! Вечный бред, Святой бред, Святой бред, Святой бред, Святой бред, Святой бред Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Государь избирает вас на подвиг в пользу Отечеству обещающей! Вам веряется, образование и участь жителей Русской Америки надлежит попытаться установить новые морские торговые пути широчайшей юрисдикции на права главного полномоченного его императорского величества. Александр Павлович сам милостиво соизволил войти в пай русско-американской кампании. Повелеваю отплыть вам 23 июля 1803 года ввиду напряженной международной обстановки под военно-морским Андреевским флагом империи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вместо флейты поднимем флягу, чтобы смелее жилось Чтобы смелее жилось Под российским небесным флагом и девизом Авось И девизом Авось Нас мало И нас все меньше И парус прорит Наскось Но сердца забывчивых женщин не забудут Авось Не забудут Авось В море ссорит и так до черта Морю не надо слез Морю не надо слез Морю не надо слез Морю не надо слез Нас вывозит Авось Нас вывозит Авось От удара по наших плечи гнется земная ось Гнется земная ось Только наш позвоночник крепче Не согнемся Авось Не согнемся Авось Завел царя и отечество Завел царя и отечество Чтобы смелее жил вас Чтобы смелее жил вас От российским, логерейским благом Интимизм Авось Интимизм Авось Интимизм Авось Интимизм Авось Авось Спаси, Боггородица Спаси и помилуй Пару сковорожденный пурек проводи Пожелай, как хочется Чтоб у нас под килем Было 8 футов Голубой воды КОНЕЦ 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 ДИКТР КОНЕЦ ДИКТР КОНЕЦ ДИКТР КОНЕЦ НЕДАВННОМ МЕНЯ ПАСТРУЧИЛ Учим, чему улучшит сердечный стон? Почему еженочно мучает этот странный, дерзкий сон? Я вчера глядела в колодец, И в единении наших мест Не привиделся в колодец, Нам удивится мужский крест. И очень дерзкий синий, А когда поднимает взгляд, Как играют на флаг висиний, У него висиницы звенья. Благословен Калифорнийский край! Да воздадутся в мире мир и рай, Когда наши державные народы Соединятся не на поле брани, На поле благодати и любви. Награду и всеобщей будут нам мир наций. Благодарствие потомков Вовеки станет тихим океаном! Наши сердца исполнено гордостью приветствовать на этой земле Посланников русского императора Александра! И мы выражаем желание ответить гостеприимством! Губернатор Сан-Франциско Хосе де Аргуэльо Имеет честь пригласить русских гостей на бал В честь 16-летия его дочери Мария де Ла Кончита Концепцион! Приглашение принимается! Ла импетасион се асепта! Ла импетасион се асепта! Губернатор Сан-Франциско Хосе де Аргуэльо Мария де Ла Кончита Концепцион и ее жениха Синьора Фернандо Командант, в день 16-летия дочери вашей, Марии де Ла Конченчон де Аргуэльо, имею честь презентовать ей золотую диадему, осыпанную драгоценными каменями, из коллекции императрицы Екатерины Пусть примета на сей дар, как знак светлой дружбы между нашими державами Кончита, примет к тебе презенту, а в нойстру еспад, л конте руссо Рисанов Иностранец вас ангажирует на танец! Белый шиповник Белый шиповник Иностранец вас ангажирует на танец! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Их скранили в разных могилах Там был старинный бал Как тебя звали, Юраша, милый? Только шиповник знал Тот, кто убил их, тот, кто шпионил Будет наказан тот Белый шиповник, вечно шиповник Память любви цветет Для любви к нам слава цена Ишь только жизнь одна Жизнь одна, жизнь одна Для любви к нам слава цена Ишь только жизнь одна Жизнь одна, жизнь одна Жизнь одна, жизнь одна Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тебе трепет сердечный неведом Поцелуй меня в губы скорее Твоим девичьим веком Я открою запретнейший свет Голубый ангел шестнадцатилетний Иностранка испуганных лет Я тебе расскажу о России Где злодействует соловей Сжатый страшной любовной силой Как серебряный силовер Там хроматей чудотворной От стены наклонились в пруд Белоснежные фонтерфорсы Словно лошади плоду бьют Ты узнаешь земные божество и тоску и удоль Я тебе расскажу о России Я тебя посвящаю Субтитры создавал DimaTorzok 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 Губернатор приказывает немедленно сдать оружие и вернуться на корабли в сопровождении конвоя Да, папе, папе, все же здесь! Нет! Идиот! Папе! О чем мне говорят? Очень трудно перевести семейные разногласия Папе, в гости! Нет! Нет! Да, нет! В Дмитри! Все хорошо. Я тебя хочу. Я тебя люблю. Что она сказала? Она сказала, что губернатор Сан-Франциско согласен на товарообмен. Парси. Три старшин. Маркату 350. Атласов 64. Англицкого сугна 74. Шпанского 2 куски. Черного 20 кусков. А вы, граф, все куртизируете. Остерегитесь, наконец. Город полон слухов. Не забывайте, лейтенант. Солонины, 1100 пудов. 1100 пудов. Чиницы, 540. Ваша светлость. Говорят, что святой отец, которому исповедовалась Кончита, нарушил тайну исповеди. Он рассказал родителям невесты о том, что вы, ваша светлость, обесчастили девушку. Невеста в отчаянии, родители готовы к мести. Не берите им голову, лейтенант. Что ему от меня нужно? Ваша светлость. Он говорит, что вы совершили бесчестный поступок, что вы погубили его невесту. Он проклинает вас, ваша светлость. Переведите ему, что он свалочь. И пусть убирается к всем чертям. Ваша светлость. Он совсем обезумен. Он говорит в том смысле, что вызывает вашу светлость на дуэль. Дуэль! Дуэль? Щенок, оставьте нас. Я ему объясню без переводчика. Я ему объясню без перевода. Дуэль! Девушки отдыхают Она не переживёт позора, он умоляет вас Оставьте нас Девушки отдыхают 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 Никогда не увижу. Он мечтал, закусив куделан, свесть Америку и Россию. Авантюра не удалась. За попытку спасибо. Спасибо. И облив самогоном Сожгите у надменных дверей. У надменных дверей дворца. Эй, мудаки нашганца! Проснись, стояк новоархангельска! Принесите Три самых желания, Что я прятал От жен и друзей, Что угрюмо отдал На заклание Авантюрной планиде Авантюрной Планидели моей Организуйте конца в столицу! Граф Рязанов за немов в горячке! Нет, он желает ехать сам лично Коня требует! Куда ему коня? Разве что в ящике? Он требует коня! Безумный человек! Живее черти коня, граф Рязанову! Быстрее! Коня! Почему это спешка? Его отлежат за хотя бы неделю! А он сбежит в столицу, Чтобы получить разрешение На брак с кальфорнийской красавицы! Как спектана католичка! Он на вся и загвоздь бы, Но обещал вернуться через год и тогда Может не успеть! Успеет везучий! Услышь, Господь, и помилуй меня! Услышь, Господь, и помилуй меня! Услышь, Господь, и помилуй меня! Господь помилуй! Господь помилуй! Позвайте Господу Сыне Божиим! Позвайте Господу славу и честь! Услышь, Господь, и помилуй меня! Господь помилуй! Не уговляйся, Господь от меня! Услышь, Господь, и помилуй меня! Все земли нам поклоняться теперь, А славят имя Твое! Святого, Святого, Святого! Святого, 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 Святого! Провозносите к полу Ему, Снимай, народ, позаполни Его! Провознайте, Господь! Вся земля, Провознайте, Господу, Новую судь! Провознайте, Господь! Принес, Господь, и спасед amer! Разорады и мяenas! Провознайте, Господу, Сынии-тофы! Провознайте, Господу, Славы и Чей! Гозда в user! Я умираю от простой хворобы На полдороге к истине и чуду На полдороге победить почти С престолами шутил, а умер от простуды Прости, мы рано родились, желая невозможного Но лучшие из нас срезались с полпути Мы, дети, полдорог Нам с вами имя полдороги Никто из нас дороги не осилен Ты была ль она, дорога впереди Прости меня, свобода И, прости, не одолел Я целого пути Прости меня, земля Что я тебя покинул Не высказать всего Жар Меня мучит жар Не мы повинны в том, что половины Но жаль Прости, я вновь тебя не понимаю Я твой погибший замысел Прости Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Десять лет в ожидании прошло Ты в пути, ты все ближе ко мне Чтобы в пути, чтобы в пути Чтобы в пути тебе было светло Я свечу оставляю в окне Десять лет в пути, ты все ближе ко мне Десять лет в ожидании прошло Десять лет в ожидании прошло Ты в пути, ты все ближе ко мне Тридцать лет в ожидании прошло Тридцать лет в ожидании прошло В 1816 и в 1825 годах Коцебу пишет, что доходившим До кончиты отрывочным сведениям О смерти Рязанова Неподтвержденным подробностями Она долго не верила И продолжала жить Надеждой на скорое возвращение жениха Но годы шли, а Рязанова не было Лишь в 1842 году Английский путешественник Сэр Джорд Симпсон Посетив Сан-Франциско Сообщил 52-летней Кончите Точные сведения Где и при каких обстоятельствах Погиб выдающийся русский путешественник Граф Николай Петрович Рязанов Только тут Кончита Окончательно поверила в его смерть И дала обет молчания На оставшиеся годы Кончита ждала Рязанова Тридцать пять лет Спасибо Тридцать двадцать первого столетия Начался ваш новый век Неужели вечно не ответит На вопрос согласия человек Для души несущихся в пространстве Полтора ста одиноких лет Мы вас умоляем о согласии Без согласия смысла в жизни нет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok